Приветствую вас на очередном уроке курса компьютерная грамотность. В этом уроке я расскажу о часто выполняемом действии обновления странички в браузере. Браузер это программа, которая позволяет вам просматривать какие-то интернет ресурсы. Я сейчас пользуюсь браузером Яндекс, пользуюсь иногда браузером Google, мой любимый браузер Mozilla. И во всех этих браузерах очень часто приходится выполнять действие, которое называется обновление страницы. Для чего оно нужно? Как только вы подключились к какому-то сайту, браузер начинает скачивать информацию с этого сайта на ваш компьютер. Поэтому довольно часто сайт не появляется сразу, а он загружается. В зависимости от скорости вашего интернет-соединения это происходит либо мгновенно, как в большинстве случаев сейчас, либо может занимать какое-то время. Что все, что вы видите на экране своего компьютера, подгружается на ваш компьютер. И довольно часто бывает как. Какая-то информация уже изменилась на сайте, а вы смотрите еще его старую версию. Вот в нашем случае. Наш официальный сайт, я его открывал несколько дней назад, когда он не работал, когда происходило обновление базы. Я вот сейчас его открыл, и я вижу вообще-то уже устаревшую информацию. То есть она еще хранится на моем компьютере. То есть сайт сейчас уже выглядит по-другому. То есть он уже работает. Поэтому нужно обновить информацию. То есть обновить страничку вашего браузера. Как проще всего это сделать? В левом верхнем уголке есть вот такой вот значок. Обновление страницы. То есть вы кликаете по нему мышкой, и происходит обновление данных. И вот обратите внимание, уже никаких ошибок не выдается. Это быстрое обновление. Есть более жесткое обновление, когда обновляется все. Для этого необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl и R английское. Прижимаю Ctrl и один раз нажимаю без удержания R. Происходит почти то же самое, но обновляется вся страничка целиком. Не буду вдаваться в технические подробности. Пожалуйста, пользуйтесь такой возможностью, потому что в нашем личном кабинете, когда я произвожу изменения в каких-то уроках, вы тоже можете видеть старую версию. Конечно, обновление страницы происходит при закрытии и повторном открытии сайта. Закрыли вкладку и открыли. Это тоже получить самую свежую информацию. Но быстрее и проще это делать, нажимая на значок в левом верхнем углу, либо комбинацию клавиш Ctrl и R. Большое спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в ответе на домашнее задание.